Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Лав. И давненько не было видосов, но это связано с тем, что у меня не было такой возможности адекватной и моё плохое самочувствие, что накладывалось друг на друга. И, в общем-то, я всё время откладывал «ну завтра, мы завтра, мы завтра». И вот обнаружил, что уже прилетело, на самом деле, дофигища дня, и я так ничего и не рассказал из-за того, что я хотел. И сегодня, на самом деле, тоже не сказать, что хорошо себя чувствую. И вообще была мысль, знаете, так засесть плотно и там записать уже накопившиеся ролики за это время, аж там, по-моему, целых четыре штуки разных, но, боюсь, я не потяну, и вот решил взяться с ролика по Outer Plains, потому что, на самом деле, есть что рассказать. Слово о эмуляторах, да. Один из минусов с эмуляторами – это то, что берёшь за эмулятор, да, там, когда ролик надо записать, и, блин, тебе нужно вот каждый чих этот обновлять. То есть, а на телефоне всё есть. Ты сел, и у тебя всё готово. Да, а на КПСЛ нужно тут обновить, там заапгрейдить. То есть, я, блин, из Куапа патч скачал, он установился. Заходишь в игру, он ещё здесь обновление качает. Короче, дичайший, лютейший геморрой. Вот. В тысячу раз проще с телефона всё это дело транслировать. Да, ничего тебе не нужно дополнить, но, вот, мозги клепать. Вот. И на этот счёт я подразобрался. Вроде как, действительно, ну, программа, которой я говорил, что пользовался, там, пытался пользоваться год или, там, сколько тому назад до Let's View, там, как там, скрин копии или как-то так он называется, там, аббревиатура безгласных. Вот. Её тоже упоминали в комментариях. Вот. И это, в общем-то, единственная вообще опция была. Потому что всё остальное, ну, вообще, в принципе, больше опций нету. И я такой думаю, ну, попробуем. Всё-таки год назад версия могла обновиться. Может быть, я неудачно там попала в ревизию. В общем, я попробовал, посидел, потестировал как-то только пару дней там назад. Вроде бы, у меня больше не вылетает современная версия этой программы. Всё демонстрируется, всё отлично. Так что ролики будут. И вот такой короткий спойлер. Будет ролик о конях. Обязательно будет ролик о конях. Я в тысячу игра. Вот. Будет ролик о Brown Dust 2. Эта игруха, наверное, обсуждается и обсуждается в Дискорде в целом. Несколько людей в неё, как минимум, играют. Вот. И мне хотелось, конечно, по ней ролик сделать и поделиться мнением. К слову, она на эмуляторах у меня не запустилась. Точнее, я на эмуляторах откуда бы ни пытался её скачать. Везде пишут, что не поддерживаются устройства. Я вообще не понимаю. В общем, прикол. Но она даже не стала особо вникать. Ну, просто обычно там тот же коап даёт скачать вообще на пофиг, что угодно. А тут, говорят, что это не поддерживается. Что это не поддерживается? 64 версия. Ну, X64 эмулятор, всё дела. Проверил 32-шины. Проверил пару эмуляторов. Нигде они, говорят, что это не поддерживается. Поэтому только транслирует. Собственно, один из поводов, почему мне всё-таки пришлось идти и искать способ трансляции экрана. Но, к сожалению, ребят, скрин-копия на моей версии андроида только без звука транслирует. У меня там, по-моему, 10-я, по-моему, версия андроида. Она начинает звук транслировать только с 11-ой, в идеале, с 12-ой версии. И проблема в том, что мне на телефоне обновлять андроид невозможно. У неё заблокирован загрузчик. Вот, поэтому тут только обновлять телефон, а я это сделать могу, если только вы там затонатите. В некотором моменте, я не знаю, я не знаю, сколько вам нужен. Телефон нормальный, тыж, там, 10-20-й. Ой, Серёга, один звук в игре. Вот. Тем более, день рождения скоро, да. Забайтился, да. Ладно, шучу. Но, действительно, это единственный, в общем-то, способ, опция у меня, как я уже сказал, по демонстрации экрана. И, в общем-то, без звука. Ну, и раньше было часто без звука. Но некоторые игры почему-то со звуком транслировались. Через 20-ю. Я и понятия не имею, почему она так работала. Вот. Но теперь точно звука не будет. Ну, да ладно. По крайней мере, Outroplane у меня на эмуляторе. И я вот сижу, жду, когда она обновится. И сегодняшний ролик будет посвящён... Я много чего, на самом деле, хотел бы рассказать. Но я не думаю, что я в текущем состоянии смогу прям очень хорошо, объёмно всё это разжевать. Поэтому постараюсь просто пройтись по пунктам. Будет как раз-таки по обновлению. Оно уже вышло какое-то время назад. Но, может быть, вы не играете сами в игру. Не особо там следите. Но, там, ну, интересуетесь. Чисто в курсе по моим роликам, так скажем. Да. Ситуация. Вот поэтому всё-таки поделюсь кое-какими соображениями. А монетизация там достаточно такой очень, очень бугуртный момент, скажем так. И по моей прогрессии, ну, а мне осталось дождаться, когда это всё дело загрузится всё-таки. Вот. И начать хотелось с пары пунктов, которые я в прошлом ролике забыл сказать. И как-то они не пошли. Короче, вот именно когда я разбирался с эмулятором, с установкой игры на эмулятор, я обнаружил в настройках. Я что-то как-то... Хотя я в настройки лазил, но мимо посмотрел. Нах, я лазил для того, чтобы звук отключать. Причём у меня периодически сбрасываются все настройки на телефоне. Я вообще не знаю, как это работает. Иногда там пару дней нормально все настройки сохраняются. Иногда буквально только я их выставил и отключаю звук. Ну, просто, чтобы поверх что-то слушать. Да, на ютубе. И поэтому приходится сюда лазить. Но я обнаружил, во-первых, здесь настройку high фпс. И я ещё, когда на телефон поставил игру... Так, я не помню, в роликах я вроде бы сказал. Ну, игруха идёт очень хорошо, плавно. И у меня при этом телефон не греется. Лагов нет. Всё отлично, всё нормально. Вообще здорово. Вот, включил high фпс. И телефон стал сильно греться. В общем, я не знаю, какое это по кадрам. Может быть, это 30-60 или там сколько-то ещё. Но с high фпсом красненько очень плавно становится. Лагов на телефоне всё ещё нет. Но он очень кучегарится. Ну, то есть он прямо на максималке начинает работать. Вот. Поэтому я эту опцию, ну, отключил. А потом она, в принципе, всё равно сбрасывается. Поэтому я забил болт. Но самое главное, что у меня на телефоне вообще первое в глаза бросилось. И здесь, наверное, в глаза может тоже броситься. Это лесенка. Я, по-моему, на роликах уже у меня включённая была. И вот это я вообще вообще не люблю в играх. Вот эту лесенку. У меня почему-то... Я не знаю почему. Но у меня всё время мысль, что игра идёт в низком разрешении. И поэтому она upscaleется. И от этого появляется леска. Я не знаю, почему у меня это в голове. Вот. В общем, вот эту лесенку я, по-моему, первый раз игру запустил. Такой, блин, лесенка вообще отвратительна. Вот. Но лесенка на самом деле отличается. Скатается антиализм на хай. Всё. Нет никакой лесенки. Вот. У меня от этого телефон кочегариться не стал. Но на сроки сбрасываются. Вот. Это первое, что я хотел сказать. Из такого. Ещё один момент. Я вот в прошлом ролике, я, по-моему, где-то ближе к концу такой сидел... Может быть, даже видно было всё. Я там сидел, пытался что-то вспомнить. Какой-то вот момент, который я хотел сказать. И что-то как-то вот казалось, что да нет, вроде, наверное, всё рассказал. А фиг бы там. Связано с сигнатурной пушкой. Я, помните, говорил, что вот пушка дали типа на хп, мейн, типа нафиг оно надо, бла-бла-бла. И вот чем я хотел эту историю-то закончить, да, добивочка-то вот в чём была. В том, что, ладно, дали, блин, хп мейн пушку, да, так она, блин, во-первых, не максимального ранга. То есть она максимум 6 звёзд, это 5 звёздочная пушка. Ну, дайте вы, да, на атаку. Её просто, это в любом случае не лучшая оружие в игре. Так её же ещё и заточить надо адекватно, понимается. И вот именно вот про заточить адекватно я и не сказал. Потому что вот если зайти в Винчанс, зайти вот сюда, мы увидим вот такое вот безобразие. То есть у меня выпало 2 в скорость, 1 в критшанс и 2 в флатовый дефенс. Мусор полнейший, да. То есть мало того, что она не максимального звёздочности, мало того, что вы ещё и на хп даёте. Так её же заточить надо, ну её просто, ну как так-то? Да, то есть это вообще смехота да и только. Ну, кому-то, может быть, повезло и заточилось там всё вкусно, да. Но опять же, блин, могли бы дать её 6 звёздочный тогда хотя бы. Ну, вот понял. Это такой моментик, который с прошлого ролика тянулся. Насколько я не помню, когда последний ролик был по Outer Plane. Вот с тех пор я это и сказать всё хотел. Вот, дальше. Ладно, пока к патчу сейчас перейдём. Вот ещё какой момент. Я, по-моему, да, говорил, что вот меня должны принять в гильду. Вот гильда. Я вступил, тут было 6 человек. Я, в общем-то, сам начал. Я смотрю, голова вообще максимально мороженое. Заходит раз в сутки в игру. Анонс кидает тоже, в лучшем случае, раз в сутки в Дискорде. Я думаю, мы такими темпами не наберём вообще людей. И стал сам копипасить. Благо, это не сильно сложно. Как правило, в буфере так и висит. Это анонс. Я там пару раз в день стал закидывать. И, в общем-то, мы набрали 18 человек. Правда, один там труп. Ну, это ещё вот, типа, около-соснователем. Он был офицером. Я так понял. Ну, это один из основателей гильдии. И глава гильдии заметил, что я анонсы кидаю. Он мне, в общем, повысил. Повысил. Повысил до... Тоже до офицера. Ну, точнее, только один офицер. Может быть, так что я в гильдии офицера. В общем-то, то, что вы видите здесь, это процентов, наверное, 90-100. Это моя заслуга. То, что у нас сейчас люди есть в гильде. Потому что я... После того, как я начал кидать анонсы. Я так думал, знаете, дополнительно буду кидать анонсы к главе. А как я начал кидать анонсы, глава вообще не кидает анонсы. Теперь приколируйте. Сразу сутки заходят. Вот. В общем, я хотел вступить в пустую гильдию. Ну, как-то самому пройти путь вот этого развития гильдии. Не помню, говорил я это или нет. Потому что, ну, как правило, вступаешь. Там уже всё прокачано, да. Ты на всё готовое влетаешь. Вот мне захотелось вот прям вот прочувствовать, да. Как это происходит. В общем, я примерно прочувствовал. Если будет супертухло, я думаю, перейду в какую-нибудь гильдию, где не надо будет что-то делать. Потому что самая проблема не в том, что людей набрать. Опа. Вот это прикол. У меня эмулятор вылетел. Вот вам и ещё одна причина, почему через эмуляторы достаточно неудобно всё это делать. Потому что у меня на телефоне игра не вылетала ни разу. Вот. К слову, по каким-то неведомым мне причинам у меня в эмуляторе не появился ярлык самой игры. Причём я вот точно помню, у меня была одна игра, в которой тоже не появился ярлык. То есть я из Коапа её поставил, ярлыка нету. Только заходить в Коап. Экран разворачивается в стоячий. Переходишь в аккаунт. Оттуда это надо запускать, короче, кеморолю течет. Вот. Я точно помню, какая-то игра у меня такой же вот хренью страдала. И я не знаю, как этот ярлык создать. Вообще возможно ли это как-то форсировать создание ярлыка. Но он просто отсутствует. Я точно помню, что такое было. Не помню, где и когда. Вот, собственно, я говорил про гильдию, да. И дело тут не только набрать людей. Да что такое? Блин, почему? Может быть, да хрен его знает. Короче, не пойдём в экран гильдии. Видимо, там вообще не живёт игра. Вот, пока 150-ый раз перезапускаюсь. Сижу и вообще я подумал, что на самом деле, вот, блин, телефон обновляет сейчас вообще не вариант. Точнее, не то чтобы не вариант, а я бы в первую очередь, если честно, видюху обновил. Ну, просто никчёмный кумус остыков пропал, да. И я совершенно нифига не набрал обновление видюхи. Практически. Тут была, кстати, тема просто. Я почему это вспомнил? Буквально несколько дней назад я анквирус эту тему тоже скидывал. Там, не знаю, видели вы или нет, но на Сбермаркете там видюхи. И через 30% стоимости через Сберпасиба возвращали. То есть ты покупаешь там видюху за 60 тысяч, и тебе 20-ку возвращают этими баллами. Ты их, ну, как бы, на что хочешь потратить. Может, понятное дело, что это не скидка, да, не совсем, но, тем не менее, 20 тысяч, как бы, на дороге не валяются. Спокойно можно там чего угодно ещё купить. И я так посмотрел, и у меня нифига не собрались деньги обновить видюху. Почему об этом сейчас вопрос стал чуть острее, потому что я дичайше жду. Опять же, я в Дискорде об этом не писал. Я вот анквирус об этом пишу. Буквально сегодня там писал новость. Я дичайше жду. Baldur's Gate 3. И его перенесли с конца августа на начало августа, потому что там, чтобы не конкурировать со Старфилдом и с телом. Вот, то есть месяц осталось ждать. Я дичайше жду, но, блин, моя видюха там едва выше минимальных требований. Его тянет. Я боюсь, что там будет совсем всё плохо. Вот. И нормально поиграть. Ну, прям кайфово поиграть, скорее всего, будет проблемно. И вот это вот я к тому, что я бы сейчас, конечно, в первую очередь видюху пообновил. Вообще бы за радость. Вот. А телефон, ну, менее... Вообще не приоритетный, я бы сказал. Вот, ладно. Короче, в менюшку с этими не идём. Да. С гильзей. Но суть в том, что, вроде как, я купился... Ну, помимо того, что я хотел прокачаться с нуля в гильзе. Да, посмотрите, как это дело происходит. Я купился на то, что... Анонс был что-то с семикомпетитцев. Мой любимый семикомпетитцев, который, разумевая, вообще хрен по-мечту, как правило. Ну, вот семикомпетитцев. Да, я вступил, шесть человек, семикомпетитцев. Да, сидим. Вот. Людей-то я набрал, но там посмотришь, и далеко не все даже чекинятся. То есть, вот ты захочешь вот эту вот менюшку гильдии, это чекин. Да, то есть... Просто залогиниться в игру недостаточно. То есть, ты должен, ну, вот именно перейти туда. Это считается чекином в гильзии. И прикол в том, что даже не все чекинятся. А там, ну, вообще, от гильдии, от члена гильдии что надо. Там тебе дают два билетика на босса, его нужно просто попинать. Да, на урон. Чем больше, там, да, 180 тысяч тебе дают 120 ходов, и тебе нужно набить 180 тысяч урона. Ну, чем меньше, тем меньше награды. 180 максимума лучше. Я, в общем-то, уже очень близок к тому, что выбиваю ее. Точнее, я уже частенько выбиваю, но там еще рандом еще есть. Скоро буду стабильно выбивать. Вот. За это дают очки тебе личные для гильдшопа и гильдейские. Гильдейские очки прокачивают, собственно, гильдшоп. Уровень гильдии, который добавляет еще слоты для людей с скидки на крафт-шмоты. Короче, очень полезная штука. Да, но люди даже не все чекинятся. А если посмотреть по очкам контрибуции, там тоже очень-очень сомнительно, что все ее делают. Вот эти два билетика ежедневно. Да, и вот это меня больше напрягает, чем там анонсы закидывать. Потому что люди заходят и просто присаживаются на карася. Это как бы не семейки, вообще не семи компенситов ни разу. А сейчас, что класс заходит раз в сутки, я что-то-что понимаю, что он будет менеджментить и следить за тем, что кто-то что-то делает. Да, и, скорее всего, это никакой не семейки компенситов, а просто обычный турбокэжул, где просто сидим, да, довольные, кто во что гораст. Вот. В общем, у меня уже есть такие подвижки мысленные о том, что свалить, возможно, я свалю скоро. Но не вот что прям уже готовлюсь. Но предпосылки к этому есть. Ладно. Давайте об обновлении. Просто оно вышло уже какое-то время назад, и, наверное, не прям суперразрывное. Опять же, если вы сами играете или следите за новостями, оно для вас новостью такой особо не будет. Короче, выкатилась road map разрабами на лето, то есть на июнь обновление, июль и август. Там ничего такого интересного нету. По большей части это новые персонажи, плюс новые то же самое, что уже есть. Там новые уровни того-то, новые там главные сюжетки, которые насрают, да, и так далее, там подобное. То есть там что-то такое прям вау, сейчас там разрыв начнется, нет. Но самое главное, июньское обновление вышло буквально спустя там пару дней после анонса. Да, то есть с road map выкатили сразу же, по сути дела. И одного прилетело, короче, из интересного. Переработали, ну, вообще самое главное, переработали билетики. Точнее, их стало больше. Вот помните, моя самая главная претензия в игре была, что билетиков вообще не дают. Да, то есть, этого в два раза их не хватает. Это супер абсурд, полный бред, и так далее, и тому подобное. И вот, собственно, видимо, ни одного мне это не нравилось, и разработчики эту ситуацию улучшили. Стало вот здесь, теперь вот daily покупка не была одна, теперь два. Два в день можно покупать. То есть ты не три билетика получаешь, а шесть билетиков в день получаешь, ребят. Ох, балдеж какой. Вот, ну, это смешно. Это смешно. Но погодите, ребят, погодите, сейчас будет еще круче, а потом еще круче. В этом генераторе, ну, это ежедневно, просто как бы пассивный доход ресурсов. Вот, тоже изменили показатель. Был что-то 0,90 с чем-то, там, 96, что ли, или сколько там. Стал 1,18. То есть это где-то на 0,2 билетика в час больше. Одна пятая билетика в час. То есть это за сутки накапывает еще около пяти билетиков, ребят. Итого, это уже восемь билетиков в день больше. Вот. И еще один момент. Теперь со всех, в общем-то, миссий, куда-то заходишь, там вдруг есть случайный шанс на билетик. Тоже в том числе. Здесь вот если зайти, зайти, зайти. Реорд инфо. Здесь вот есть рандомыч. По моим ощущениям, падает где-то там раз из пяти, реже чаще. Вот так, да. Сорян, ребят. Вот. Но суммарно вот эти какие-то гига-крохи, которые разработчики от сердца оторвали для билетиков, привели к тому, что после этого апдейта я, в общем-то, ничего руками не прохожу, кроме одного единственного режима. Вот. То есть билетики держатся на каком-то уровне, но вот чуть просели вроде около 50-60, болтались. Иногда чуть проседают, что это рандомыч. То есть стало все-таки лучше. Вот этих вот восьми билетиков плюс рандомный дроп ну там, то есть в день тебе уходит там где-то, наверное, больше 10-ти, там 12-ти плюс билетиков стало у тебя. И в целом это намного лучше, чем то, что было. И я показал, вот еще ни разу ничего руками не делал за исключением одного режима. То есть стало комфортнее. Одна проблема, что здесь все еще есть два режима. То есть, во-первых, босс гильдовый, который нужно дважды в день отбиваться, да, ну, набей урон. Они не скипабиваются никак. Что супер тухло, при том, что там нужно бить максимум планку 180 тысяч. Я думаю, там прокаченные челы набивают запасищем гигантским. И, опять же, почему нельзя просто выдать мне эту награду и все, потому что я могу с гигзапасом это выбивать, не знаю. Кстати, по-моему, какую-то приколюху в Варкнайте сделаешь, что, типа, если ты там три раза подряд проходишь, они еще не помнят, не экспедиции называются, это длинная-то мутата. Типа, если ты три раза проходишь без фейла, то тебе позволяют ее скипать, что-то типа такого, что ли. Или это не в Варкнайте такое добавили. Где-то вот я постоянно об этом говорю, что, типа, ну, не хотите вы делать сразу автоскип. Ну, дайте, вот, типа, если человек прошел 10 раз подряд без провалов. Да, ну, очевидно, он может пройти, значит, умеешь все спокойно. Да, или пройди ее, там, 20 раз суммарно накопительно и дальше скипай. То есть можешь что угодно напридумывать. Вот. Где-то такое было добавлено, но вот... Ну, вот... Здесь, к сожалению, не добавлено. Кстати, вот я почему задумался... Я вам вступительной части рассказал про Этернум 3 или нет? Которая вот игруха, которая закрылась, а я по ней снимал роль, по-моему, сказал. Я в голове прокручивал много раз. Что я хотел сказать, вот, перед роликом тоже прокручивал. И у меня уже поплыло в голове. Сказал я это в ролике или это было перед роликом. Это было уже больше 10 минут назад. Считается, это уже было, как вчера для меня. Вот. И вот этот режим, он тоже ни хрена особо не скипабельный, но... То ли тем же апдейтом, как с Билетс, рекомендую, чуть позже я не обратил внимания, но они дали возможность скипать все бои, кроме таких полубоссовых. То есть, помните, я вам показал, там есть два вида боев, до сих пор не знаю, чем они отличаются. Две иконки, там, щит с мечами перекрещенными, и еще какая-то зеленая жижня. Почему-то щит можно скипать, жижню нельзя. Вообще, я до сих пор не понимаю логики, но вот теперь можно все скипать, если у тебя сила команды сильнее, чем оппонент. Если слабее ты, то тебе все-таки придется сражаться. Вот. И под конец там еще три боя, и еще финальный босс. Все равно эта хрень занимает минут 10, даже, наверное, ближе к 15, если не больше. И это раз в три дня надо делать говнищую. Тоже такой кал лютый. Вот. Но это приходится делать, потому что оттуда талисманы ты получаешь, и их больше нигде не получить. Вот. Но в целом, в плане комфорта нахождение в игре стало приятнее. Вот. Дальше. В том же обновлении с белецками произошел шок-контент, в общем, который, я думаю, очень многих оттолкнул из игры. И здесь сейчас будут такие, знаете, качели. Каждая дополнительная информация, наверное, будет чуть-чуть перевешивать то в одну, то в другую, но потом я припечатаю. Короче, появились новые виды персонажей. Ну, можно сказать, что это лимитки, хрен его знаю. Не знаю, как это правильно назвать. Их называют ML-ками по аналогии с Apex 7, хотя они нифига не похожи на ML-ки из Apex 7. Ну, в чем там, да? Потому что тут есть просто Stella, да? Вот есть Demiurk, обычный Stella. А вот это Demiurk Stella. То есть это такая про-версия персонажа, да? По аналогии вроде как с ML-кой, но это гачи не требует спецресурсов. Вот. Поэтому это просто такая дорогая лимитка. Короче, в чем прикол? Ну, сюда не идут, то есть используется другой гарант, да? То есть вот это обычные вот эти M-ки. Это не обычный гарант, да? То есть сюда обычные крутки не засчитываются. Это, во-первых. Во-вторых, здесь очень специфичные шансы дропа. То есть так у нас 2,5% было, а здесь 3,75%. То есть к обычным 2,5% добавили еще 50%. И вот эти 50% идут на какую-то лимитку, да? На ML-ку на Demiurk. И вроде кажется, что вроде ок, но, ребят, этот баннер в полтора раза дороже. Если обычные крутки стоят там 150 гемов, то этот за крутку, то этот стоит 225, по-моему, за. Ну, добавьте 50%, короче. То есть оно вроде как пропорционально дороже относительно шансов. И вроде кажется, что окей, да? Вроде пропорционально. На самом деле, нифига не пропорционально. Почему? Потому что здесь-то, блин, на рейтап столько же, сколько вот на этих, понимаете? Здесь тоже такой же рейтап 1,25% на персонажа. И здесь я получаю тот же самый 1,25% на персонажа, только плачу в полтора раза больше. Здесь еще один интересный подводный камень. Вот смотрите. Вот в этом баннере есть Eternal, да, то есть вот этот, который я загачировал. И есть Sigma. Sigma — это трешка, которая разблокируется, если вы проходите всю башню до сотки. До этого момента, если вы не проходите башню до сотки, этот персонаж невозможно гачнуть, его невозможно получить. Вот. Только после этого он появляется в пуле гачи. Он здесь есть. Оба этих. И Eternal, и Sigma. Смотрим сюда. Здесь нет ни Eternal, ни Sigma. То есть, если в этих баннерах не будет всех персонажей, а будет только вот этот стандартный пул, то этот баннер, в принципе, полный кал, в том плане, что вот эти 2,5% вообще можно не рассматривать, потому что эти персонажи, да, они сейчас тут жесткие, да, там и Вероника жесткая, и Нос жесткая, и Валентина жесткая, да, но эта прошлая игрушка только стартанул. Через год это все будет пауэрклипнуто с вероятностью 146%. И, по сути дела, у нас будет вот этот стандартный говнопол, который уже ничего не делает в игре, и всего лишь 1,5%, 1,25% точнее, на нашу лимитку, да. Скорее всего, демиурги не будут сюда попадать, то есть, мы будем, как в том же геншине, то есть, у нас только персонаж баннерный, и все, да, то есть, другие демиурги не будут попадать в какой-то пул, из которого мы можем что-то получить, скорее всего, не знаю, это первый демиург, персонаж может быть, в этот пул будут попадать демиурги, может быть, так, то есть, не будут попадать новые обычки, но будут попадать все демиурги, может быть. Тогда еще ладно, но скорее всего я чувствую, что нет Вот, и суммарно это уже выглядит не прикольно совершенно Но баннер идет два месяца И разработчики взяли и добавили вот такую штуку Я, честно, вообще первый раз такое вижу в гачах Короче, делики, которые дают две крутки ежедневно Делики очень простые, это апгрейд наш мод 10 раз Причем замечательно сделано, вот отмечу в мелочах Здесь очень много крутого сделано Вот, как обычно в играх считается апгрейд шмотку 10 раз Ты можешь апгрейдить ее, знаете, там за миллион золотых, да, да, полностью И это будет считаться один раз И чтобы, как правило, сделать делик, ты ее просто на одну какую-то говнинку апгрейдишь Просто и 10 раз нужно это протрочить, да, чтобы типа засчиталось 10 апгрейдов Я с этим постоянно сталкивался В играх вот везде, где есть сделай что-то N раз, оно вот так работает Здесь не так Здесь ты греешь шмотку до максимума, засчитывается как 10 апгрейдов Это тоже фигня То есть делик, вот это вообще ничего не надо делать, фактически, чтобы это забрать И тут, получается, две крутки И эта штука идет два месяца Уже осталось 46 дней Такое ощущение, что там какой-то баг с длительностью еще у кого-то Не знаю, есть он у меня или нет Вообще, там точно было что-то около 50 или 55 летней, короче Да, по-моему, 55 дней, да, все правильно 55 дней эта штука длилась уже просто в прошло время Вот, и суммарно можно отсюда получить 110 круток, если все правильно, да Если оно отображается корректно и так далее Потому что кто-то говорил, что я точно видел на рейдите Кто-то писал, что 50 круток можно получить Вот, я смотрю, у меня показывается 55 дней, две крутки в день Я считаю, что 110 Смотрю на рейдите, чел пишет 50 Кому верит, не знаю Может быть, у меня просто удвоенный таймер здесь отображается Но тем не менее, даже за 50 круток вы получаете огромное количество круток Вот этих лимитных, да То есть вы можете крутить это за гема Вот здесь просто у меня не отображаются крутки за гема Потому что у меня уже есть вот эти спецкрутки Но если их покрутить, то он дальше за гема начнется И, соответственно, баннер идет два месяца На самом деле, даже если вы на начале... Точнее, если вы на начале этого баннера не были прям совсем бомжом на нуле Тогда вы получаете этот персонаж способную за гарантию эту лимитку Это серьезно, это мощно серьезно Я такого не видел в играх, да Чтоб тебе вот настолько щедро насыпали Но тут же это все можно понять, да То есть сейчас идет какой? Хонимон фаза, да То есть это как медовый месяц по-русски И я очень сомневаюсь, что вот эта акция Получи 50 или 100 круток на лимитный баннер Будет хоть второй раз ее запустить Да, то есть разок тебе выдали, чтобы так сгладить углы Насчет того, что вот эта байер в полтора раза дороже Что вроде как бы ты не особо это ощутил поначалу Под привык свыксы, да А потом уже ты будешь платить полную стоимость Скорее всего, так оно и будет Вот, но тем не менее, даже одного раза, как правило, и не встречается Чтобы на лимитке тебе выдавали такие ништяки Так что там щедро Но, тем не менее, мы опять качаем эти весы Тем не менее, ребят, лимитки Появление лимиток это неприятно Потому что вот опять же Первый, что приятный момент, какой был в игре Это free-to-play Ты смотришь баннер, все персонажи доступны Я крутил буквально один баннер Ну ладно, я чуть покрутил в другой И выполнил персонаж там Вот, но тем не менее, они все доступны были Какой баннер ни тыкай Там просто отличался, кто в рейтапе Вот, мне нападали все персонажи Супер кайфово Да, и конечно, понятно дело, что вряд ли там продлилось бы надолго Игр без лимиток практически нет Вот, кони, исключение Вообще замечательная гача Абсолютно обалдежная Поэтому я продолжаю в них играть Вот, потому что Вот, просто настолько приятно чувствовать Думаешь, нет лимиток Я буду крутить и выпадет что угодно И там их, скорее всего, не будет Вот, а здесь вот, ну сколько, месяц прошел или не прошло Сразу на тебе лимитку В лицо, да еще в полтора раза дороже Вот, и если дальше пойдет дело в таком русле То у фритоплейщика особо гнаться за лимитками не получится Особенно если будет вот один баннер, одна лимитка А-ля геншин и типа больше То есть либо ты получил ее, либо там какой-то мусор насыпает Все это очень-все печально начинает выглядеть Но, ребят, есть еще один супер самый печальный момент Который вот Я помню, я сказал, что я припечатаю в конце Вот сейчас я припечатаю, ребят Это еще ладно То есть, ну, понятное дело, можно понять, что там лимитки В игре надо как-то зарабатывать, бла-бла Возможно, не все лимитки будут метровыми И типа там, если они, каждая лимитка будет длиться по два месяца То ты там каждую вторую там сможешь гачировать И ну, как-то вот, еще что-то как-то, да, вот Можно это все обыграть, выкрутиться и так далее Да, затерпеть и так далее Как будто привыкать Но, ребят, мы идем вот сюда Скилл инфа, блин, а где там Кстати, я вот долго искал, где увидеть вообще Смотрите Звездность Звездность, вот видите, она улучшает Ульту, ну, бёрст Да, бёрст скилл, видите Бёрст скилл левел 2 анлок Бёрст скилл левел 3 анлок А чё это даёт-то? У меня очень долго был вопрос Чё это даёт-то? И оказывается, в скиллах В описании именно бёрста То есть, вот видите, везде Enchantment эффект, Enchantment эффект Обратите, вот Найдите одно отличие, ребят Я его нашел спустя, наверное, недели 2 Как я её наиграл, а то и 3 Вот эта микрострелочка Вот видите, на бёрсте есть эта стрелочка И если нажать, то он показывает, что же делают бёрсту уровня Вот, вот эта стрелочка хотелось бы как-то поярче Понагляднее бы сделать, если честно Вот, короче Возвращаемся к Дестелле И что же делает ей Тут вот именно в звёздности, в бёрсте собака зарыта Смотрите Давайте сначала просто прочитаем скиллуху Атакует всех врагов Если это Её ход Получает один токен Desert to Dominate Это просто токен Да Дэмод, жилд, бла-бла Ну, короче, она скалируется от ХП Вот Дальше Пассивно она Иммунитетно К стану К заморозке К окаменению И понижению скорости Понижает входящий урон от соло-атак на 20% И накапливает вот эту штуку Каждый кулдаун Кулдаун у неё один ход То есть она всегда под этим Под этим эффектом находится Т-т-т Вот Да, нет Сейчас же я вообще Вытаскиваю Т-т-т Ну, да По-моему, каждый ход это заряжает Но это не суть важна Вот Дальше Вот этот скилл Атакует всех врагов И накладывает окаменение на один ход И при этом Потрефает эффект По-моему Насколько я понимаю Насколько я могу перевести Вот этот эффект Наложение вот этого эффекта Игнорируют Резист Ну, то есть есть как бы Броня Есть резист Резист именно от негативных эффектов В эпике это эффект resistance Здесь это resalience Вот Насколько я понимаю Именно наложение игнорируют Просто у меня есть другой вариант Как это перевести Что окаменевшие цели игнорируют Ну, по-моему, нет Вот Короче В чем суть Вот Чтобы вот этот скилл активировать Который окаменение накладывает На врагов Ауешно Требуется пять токенов Мы здесь копим один токен Но если вы уже посмотрели Что делает burst effect Третий уровень Дает четыре дополнительных токена То есть мы получаем пять токенов Каждую активацию И разница между Вторым уровнем И третьим уровнем Ульты В том, что Смотрите Мне нужно сделать здесь Пять атак И только на шестой ход Я активирую вот этот скилл На шестой ход Если у меня есть Третий уровень бюрста Я уже на второй ход Его активирую То есть я активирую вот этот скилл Следующим ходом Вот этот скилл Потом опять этот скилл Потом опять вот этот скилл Вы поняли, да? То есть Они просто чередуются Если у меня есть третий уровень ульты А это вообще пассивка Она ничего не делает Вообще она сама по себе Включается, по-моему Независимо от атак То есть тебе не надо Нажимать и думать То есть у тебя в принципе Нажимается у этого персонажа Только один скилл вот этот До тех пор Пока не зарядится токена Потом нажимаешь вот этот И извините меня Каждый второй ход И каждый шестой ход Разница колоссальная Вот И как вы уже поняли Чтобы разблокировать Короче Третий уровень ульты Вам нужна пятая звезда На персонаже Пятая ключ Это всегда в принципе Ключевая звезда На персонаже Это пятая Потому что она разблокирует Третий уровень ульты Это как правило Очень вкусно И знаете в чем прикол Прикол в том Что у этого персонажа Нету сайдсторика Никакого И единственный способ Получить на нее звездочки Это дубликаты из гачи Как вам такое? И вот это уже Конечно полнейший разрыв Все то что я рассказывал До этого Меркнет на фоне Вот этой дресни Да Потому что В Epic 7 У ML нет ничего такого Да Звездность прокачивается С собаками Правда там сейчас уже не с собаками Можешь рассказать Как она сейчас там прокачивается Там что-то заменили На какие-то зелени Что-то такое Вот Но суть в том Что там звездочки Это звездочки Да А дубликаты Они дают просто микробонус А здесь Дубликаты Это шарды Которые в том числе Ты можешь вроде как фармить Но вот в оба на И вот на ML персонажи Ты фармить их не можешь И поэтому Сейчас В PvP Это чисто PvP персонаж Если что Вообще абсолютно не PvE Потому что в PvE Он ничего не делает Нифига нормально Два из трех Наши будем ждать Вот Если мы зайдем вот сюда То мы увидим Что здесь практически там У трех из четырех людей В топе Дестелла находится В обороне Вот Дестелла Дестелла Нету Дестелла 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 Дестелла, 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 Дестелла. Ну, в общем, вы поняли, да? Это дико оборонительный персонаж, потому что как оно происходит? Ты кидаешь... Ну, сейчас имеется вот эта эльфийка, которая кидает ауешную дресню на врага. А там ты как раз-таки активируешь, когда в тебя прилетает какая-то ауешная дресня, там идет контратака. Ты кидаешь вот эту хрень, по тебе сразу прилетает ауешный дебаф. Ауешные урона, во-первых, она жирная, потому что она от хп скелится, это практически как танк. И она тебе прилетает, тебе сразу на треть хп или на пол хп сразу ауе в ответ. Дальше ее ход, чпок еще тебе ауе. Если ты еще каким-то чудом выжил, дальше прилетит вот эта хрень заряженная. То есть против пятизвездочной это вообще просто стена. Понимаете? Пятизвездочный Дестелл это просто стена вообще непробиваемая. Сейчас в обороне, точнее пробиваемая, но дико сложно. Это гига имбовый перс в обороне. И ладно бы это был просто лимитка, которая дороже в полтора раза. Ладно бы это было в отдельный банер, отдельные крутки, отдельный гарант. Но вот эта дресня со звездочками, это полный кал. Причем даже если бы сейчас была бы сайдсторик с ней, как фитуплейщик ты бы потратил как минимум 45 дней прежде, чем бы получил бы пятую звезду. Потому что ты получаешь 10 шардов в день. А тебе нужно 150 на четвертую и 300 на пятую. То есть это 45 дней фарма. И опять же, в любом случае, ты 45 дней больше 10-3 звездочек, но сайдсторика нет. Как там беливеры в дискорде написали, я спрашивал на этот счет. Ну, может быть, разработчики добавят позже сайдсторик и мы пофармим. Ну, беливеры, да. Может и добавят через полгода, когда там выйдет новый ML, который будет драть это все в хвост и гриву. Может и добавят, да. На 1045 дней будешь фармить. То есть вот это уже выглядит как дичайший pay to win, согласитесь, ребят? Ну, по-другому это невозможно назвать. Да, то есть, к сожалению, эта система звезд и то, что там третий... Настолько разрывная, да, геймченджерная фактически обилка. Вот. Это, в общем-то, меня очень сильно подкосило и навело уныние. Вот. Но наводит уныние, в принципе, игра в целом. Кирославович, сделать здесь особо нечего. Поэтому перейдем, кстати, к следующей части ролика. Это мой прогресс. Вот. На самом деле, я вот меньше месяца играю, там, не 25, я пошел в сёшки. Хард-сторик, все пройдено. Все пройдено. Ну, не на максимальной звездочке некоторые уровни, но все пройдено. Еще разработчики добавили такой сурвер-хаб. Короче, сначала я думал, что дико сложно прокачивать отношения с персонажами. Там нужно, короче, 10 уровень накидать, чтобы получить эксклюзивную экипировку. Это очень круто. У некоторых персонажей, у некоторых так себе. Вот. И мне поначалу казалось, я помню, что даже в ролике я говорил, что это очень долгое мутое. Но на самом деле, вот в хардах, в последних, там, 6, 7, 8, 9, 10, тебе дают по 5 заходов. Вот так вот это выглядит. И там фармятся синие. Причем там фармятся 5 синих, 5 зеленых, 5 белых. То есть ты нормально так ежедневно можешь накидывать, на самом деле, отношений. То есть я уже двум персонажам вкачал. Ну да, я там одной медички накинул те подарки, которые... Там есть любимые подарки, они дают в 1,5 раза больше, то есть любимый подарок. Вот. Но у меня там были некоторые подарки, они никому не любимые. И вроде как в Дискорде говорят, ни в коем случае не тратить. А я такой сижу и думаю, я может быть вообще не доживу до момента, когда у меня появится персонаж, для которого эти подарки будут любимыми. А я еще буду сидеть тут, ждать там тысячу лет, когда я докачаю этого персонажа. Вот. Там просто дичайшая крутая обилка. По-моему, она дает вообще дополнительный ход ей. Вот. Сейчас зайти и посмотрим. То есть это топовая медичка в игре. Вот. Эксклюзивочка. А. Когда используется ульта, по-моему, она ускоряет всю команду на 20%. Как вам такое? Какая-то дичайшая эмба. Вот. Поэтому я думаю, че, я буду сидеть, жопу сосать. Да. Жидать, когда я это эффективнее потрачу. Я, может, играть в том, что я тоже не буду. Поэтому я просто слил ей вообще все подарки, которые у меня были, которые другим не шли. И прокачал. Это был первый перс, которым я закинул эту эксклюзивку. И вот еще Валентинки тоже уже закинул. Вот. У нее... Ну, у нее похуже. Спешл гира. Когда обычную атаку используешь, 30% шансов дуал атаку заюзать. Ну, типа, что-то как-то, не знаю, мне еще выглядит прикольно. Но тоже, как бы, ну... Если активируется, то как бы дополнительная атака с твоего дамагера. Тоже, вроде бы, немало. Вообще, Этерналки хочу добить. Но тут еще далековато. Вот. Здесь вообще просто дает второй ход. Когда используешь ультуб, получаешь доп-ход. Гига круто. Вот. Я еще в ролике сказал, что Этерналка у меня набивает урон примерно столько же, как дамагерка. Ребят, это я неправильно сказал. Я не знаю, но на каких-то боссах вроде бы мне казалось, что она почти набивает столько же. Но в среднем по больнице, во всех сценариях, которые я наблюдал, она набивает не настолько. Она набивает намного меньше. Вот. Но она гига полезна. Она замедляет цель вражескую и дает понижение брони. То есть это мастер в ПВЕ. Вот. То есть без нее и это не будет набиваться. Вот. Ну, я тоже прокачал. Обмазался шмотом. И, конечно, нужно сеты типа на скорости. Вот здесь типа анонсировали. Вроде как будут сета. Я так понял. Пресеты, точнее, шмота. О чем мечтают все, по-моему, игроки Геншина. Вроде как это заанонсили вот здесь уже. Вроде как в июле добавят уже. Вот. В чем прикол? Вроде как есть сборки под ПВП, есть под ПВЕ. Я не очень понял, в чем смысл ПВЕ. Я и так все закрыл. Но вот я думаю, может быть, как раз таки для клановых боев. Потому что, помните, я сказал, что там есть два босса. Точнее, босса. Там два нужно на урон его набивать, короче. Там какая метода? Там 20 ходов у тебя. И вообще не важно, какая скорость. Даже если у тебя просто ноль скорости на шмоте, у тебя все равно 20 ходов. Двоих 20. Да? 20 твоих персонажей должны сходить. Вот. Причем я, кстати, пробовал убрать одного персонажа. Ну, знаете, там один персонаж делает меньше всех урона. Я думаю, я его уберу, значит, как бы дамагер больше сходит. Ну, что-то не повлияло особенно. Вот. Но в целом, я думаю, что именно для этого. И там еще вот, как бы... Вообще, я думал, ежемесячно. Я где-то видел, что B-monthly написано было. Типа, двумесячно. Если реально он раз в два месяца, это супердухло. Ну, короче, там вот режим. Я в нем еще пока не участвовал, клановый. Надеюсь, он с первого числа стартанет все-таки. Там нужно тоже что-то урон набивать, там боссов убивать. И если там такая же система просто по ходам, то имеет смысл действительно в шмоте без скорости, да? Потому что тебе она там просто не нужна, ничего не делает. Это же просто турбо-урон. И тогда имеет смысл действительно две разные сборки, да? Типа, в PvP на скорость, в PvE чисто на урон. Это, кстати, интересная такая находка. Но вообще у меня была идея ролика о том, что шмот в игре сломан. Если соберусь, напишите в комменты, хотите услышать мой ролик, почему в игре сломан шмот. Вот, а точнее с этой, вот, в Epic 7 намного лучше все это выглядит. Вот, пишите, я, может быть, соберусь таки с дела. Вот, но тем не менее, я тут шмотик потихоньку подтачиваю. Вот, есть интересные шмотки по заточкам. Девь, конечно, размазалась. Вот, но есть интересные, ребят, интересные. Вот, типа, вот такой вот, зацените. Больше, конечно, дэмэджа невозможно на этой шмотке. Имеет 24. Один плюх в спидуху. Ну, а курси тоже, на самом деле, не то, чтобы прям лишняя. Насколько я могу думать, я не спрашивал. Потому что, допустим, дефенс считается говно стат, вообще просто мусор, даже для танков. Вот, ну, типа, у оружки может быть мейн стат атака, броня и хп. И танку нужно строго хп. Говорят, что, типа, броня это трэш. Просто трэш для танка. Только хп должен быть. Я подозреваю, здесь это тоже трэш. Ну, а меткость хотя бы, ну, мазать меньше буду. Ну, хорошо бы, конечно, было, если бы сюда прям скорость еще упала. Ну, прикиньте, 24 дэмэджа. Вот, то есть такие шмотки уже у меня появляются спустя месяц всего, да, замокшенные. Здесь вот супер кал, да, то есть вот еще пару грейдов есть. У меня просто красного шмота нету разобрать. Но я надеюсь, что тут в крит дэмэдж и в крит шансы полетит. Но вообще крит шанс мне не нужен, вот в крит дэмэдж буду вас ловить. Было бы неплохо. Кайф балдежа, здесь тоже неплохо, видите, в крит шансу нападало. Вот. Но у меня крит шанса здесь уже избыток, 61%. Ей нужно 50%, потому что она ультой накидывает себе 50% в крит шанса. И еще у него эльфийки, которые тоже накидывают 50% в крит шанс. На самом деле, больше полтоса не нужно вообще на данный момент. Вот, поэтому 10 крит шанса я могу смело выкинуть и поменять. Вообще, вот, допустим, вот так вот, ожерельку бы заменить мне. У вас там видно? Ну да, у вас видно, все отлично. Вот, то есть, во-первых, она 6 звездочную, и видите, здесь много крит шансов. Вот вместо крит шанса бы все в крит дэмэдж и в атаку. Вот. Ну, пока нет ничего. Здесь вот еще перекос, вот отсюда, вот с этой пушки пошел перекос, на самом деле. Просто максимальный крит шанс в пушке. Вот опять же, если бы вот эти два прока в крит дэмэдж упали, было бы вообще супер балдеж. Ну, упало, что упало. Пока что есть старт. У меня есть, на самом деле, и шмотка с максимальной скоростью. Да, и таким обладаю уже. Вот, 18 скорости, я офигел, когда это упало. Вообще супер балдеж, вот, как бы использовать на каком угодно можно. Тут хп, дефенс, эффективность, можно на танк, скорее всего. Это отдать. Но пока что мне нужно, чтобы она была самая быстрая просто-напросто. Поэтому она вот есть плюс 15, к сожалению. Не допрокалась, да, вот сюда бы это упало, было бы прям вообще замечательно. Но, как бы, нечто есть. Здесь, конечно, полный кал. Все еще пока. Но вот некоторые слоты уже подбиваются более интересно. Тоже вообще максимально не прокачанная шмотка. Да, вот тоже 12 скорости, хотя бы еще прок был бы. Но тут шанс, эффективность тоже неплоха. Да, по скорости. Здесь вообще, смотрите, какой стыдный шмот. Четверо-звездочный до сих пор, но тем не менее. Тоже не самое лучшее, но, опять же, есть что есть. Пока буквально парочка шмоток. Тем не менее, если по парочке таких шмоток молодежных ежемесячно получается, да, там через год ты уже обмашешься, и тебе уже просто нечего будет получать в игре. Ну, там через год, если игра еще будет живая, разработчики смогут добавить там 7-звездочные шмоты, ты заново будешь все перефармливать. Там просто в тыку превратят весь шмот игроков, и все, как будто, первый раз. Да, ну, в общем, понял. Вот, пошло-то я немножко спрогрессировал, был достаточно интересно. Ну, то есть, понятное дело, что вот этих боссов, я не помню, на каком этапе я останавливался. Закрыл супер давно. Здесь вот показывается, типа, 120, полный вообще бред. Я закрыл на, там, 80, что ли, на 70 или тысячах. У меня было все, вот, можно на разок слипануть. Оба. Ну, просто материал. Да, причем вот этот синий материал у меня в количестве 500, он просто фармится в количестве больше, чем расходуется. Зачем это сделано, не знаю. И ни на что его не превратишь и не продашь. Он просто бесконечно копится. Косой баланс. Ну, в общем, прошел это очень давно, вот этих боссов закрыл. Да, это вот тоже давно прошел. Это вообще ничего не стоит пройти. Оставался вопрос с башней. У меня там, знаете, остается там 7 дней. Блин, башню будет чуть-чуть продвинуть. А 6 дней, ну, блин, башню будет чуть-чуть продвинуть. Там, 5 дней. Я закрыл, 4 дня оставалось. Я всю прошел башню. Все, полностью закрыл. Вот. И, по сути, сделал весь пвчный контент, который есть в игре. Я закрыл. Харды все. Сторик, хардсторик прошел. Башня прошел. Все боссы пройдены. Все. Дальше, по сути, сделал только пвп. А пвп сосай куда сай. В общем, мы поняли. Там уже все. Причем башня, я, по-моему, говорил это, ну, еще раз скажу. Абсолютно разочаровывает. Потому что нам предлагает. То есть, вот это 6 еды, это просто мусор. Понимаете? Вот это просто мусор. Потому что ты прокачал свою команду, и тебе будешь особо качать вообще некого. Незачем, понимаете? Просто незачем и некого. Качать, потому что вариативности нигде нету. Вот пока что. Да, может быть, конечно, через год. Там у нас будет еще 10 разных направлений контент. Там плановые бои. Еще какие-нибудь там рейды. И еще что-нибудь. И у нас там будут такие сборки. Сетей сборки. Может быть. Но на данный момент. Вот когда там 5 персонажей. У меня 5 персонажей. И это все. То есть, там единственный как бы флекс-слот. Это я беру с собой либо хиллера, либо танка. Либо хиллера, либо танка. Чаще хилла. С хиллером лучше проходится, как ни парадоксально. Танк вообще ничего не делает. А почему? Потому что он не толком ни хрена не танчит. Да, все равно всех прилетает. Там всякие уехи. А хиллер всех лечит. И лечит того. И сильно лечит там на 70% хп. Ни от чего, кстати, не зависит. Не скалируется. Просто всегда 70% самой дохлой цели. А танк дает там какой-то микро-щит. Самой дохлой цели. Зачем он нужен? То есть, фактически, танк плюс хилл используется только в каком-нибудь дрочеконтенте. Типа, кстати, в башне используется. Потому что здесь нет ограничений на ходы. Тебе нужно просто как бы держаться и потихонечку выковыривать врага. Но, по-моему, даже здесь я это не использовал. С хиллом проходил. Где-то с танком. Вот. Но тут были некоторые тоже очень сложные. Я на них вообще варился. Вот 85-й был супер-гига сложный. А потом вот я только 85-й прошел. Все остальное тоже так же и прошел. Я ничего не делал уже. Просто прошел 85-й. Все остальное бонусом. Но тут практически все награды мусору. Понимается? То есть, вот 6 молотков. Я помню, что с молотками дефицит. Но шмот апгрейдишь не постоянно. То есть, вначале, да. У тебя постоянно ты там... Сегодня на одном боссе. Завтра уже на следующий боссе зашел. У тебя был там 2-х звездочный шмот. Сейчас у тебя 3-х звездочный. Завтра у тебя 4-х звездочный. Сейчас уже нет такого скачка. И, опять же, шмотки я не каждый день точу. Там, дай бог, раз в неделю там попадает или красится какая-нибудь синий шмот, который я перетачиваю. И, опять же, чем дальше, тем меньше. Так что молотки у меня уже уходят в бесконечный плюс. Вот чего не скажешь о скип-билетиков. Вот скип-билетиков хотелось бы сказать. Хорошо, если бы добавили их все-таки чуть-чуть больше, чтобы они просто в бесконечный плюс уходили. Пусть там, не знаю, на 2 билетика в день. Но просто, чтобы они копились, чтобы чувствовалось, что они все-таки у тебя в хорошие плюсы идут. А не то, что вроде держишь, что держишь, а потом как просядут, то ты все равно придешь сковыряться. Вот, то есть молотки-то тоже не награда вообще. 7 ресурсов — это смехота. С босса падает 3 за заход. То есть это как 2 захода на босс. Это просто смешно, потому что дают размазано, да. А актуален только один босс. То есть это все полный кал. Здесь нормальные награды. Это, во-первых, крутки, обычные крутки. Но, возможно, опять же, это сейчас еще неплохо. Но если сейчас дальше будут лимитки за лимитками и будут доминировать лимитки, то это все тоже в тыкву превратится, как обычные крутки, в генши не будут. Это самое, наверное, ценное, что можно получить. Абразив... Как он там называется? Абразив. Абразив, по-моему, не абразив точно. На таком условии нет. По-моему, абразив называется. Вот, короче, что делает? Вот с этим абразивом там еще в крафте можно крафтить гарантированно легендарную шмотку. Стоит она как, по-моему, 5 или 6 шмоток или как 10 шмоток, как будто ты крафтишь. Но зато сразу там так 5%, а так гарантированно. Вот. И когда ты крафтил гарантированную легендарку, то можешь использовать этот абразив и выбрать, какой мейнстат будет. То есть я вот безделушки, ожерельки на скорость крафтил вот эту штуку, потому что ловись легендарку со мейн скоростью и ты охренеешь. Да? Вот. А так это вот прям вообще супер-супер-мега ценная штука. Но это единственная мега ценная штука. 200 тысяч кредитов. Ребят, в день ты фармишь с трех заходов на золото что-то 1800, по-моему. Или 1500, по-моему, ты фармишь. Причем сейчас идет какой-то бонусный ивент. 150% на все там. И ты фармишь за миллион золота в день. 200 тысяч в месяц. Награда какого? В месяц. Это 91 этаж из 100 на минуточку. Типа я вот такой вот, да, прочухался, прокачался ради целых на полдня золота в день больше получаю. Вообще балдеж. Тут тоже 500 тысяч, тоже смехота. Ну, три крутки еще, ладно. Вот. И вот это тоже супер-чемошная награда. Ящик, откуда, ребят, падает? 5-6, по-моему. Или только пятая оружка легендарная. По-моему, 5-6. То есть себе может упасть пятизвездочная оружка. Но при этом тебе нужно, чтобы на ней наролился нужный мейнстат. И нужные сабстаты. Ну, это максимально конченное. Ну, дайте хотя бы, чтобы это было гарантировано шестизвездочное оружие. Да? Или о жриле, я уж не помню. Ну, тут, короче, пятизвездочный дает хлам какой-то. Это просто мусор кал говна. Вообще, я понимаю. Ну, дайте хотя бы шестизвездочный. Там, дай бог, один человек из ста заролит себе нормальную мейнстатус сабстатом. Понимаете? А еще нужно, чтобы они заточились. Просто награда за башню просто позорная. Просто позорная, ребята. Вот. А причем ее придется, я так дозреваю, каждый раз с первого этажа проходить. И уже кто-то на это, я думаю, там уже я видел, люди негодуют и говнятся. Я очень надеюсь, что дадут, знаете, если закрыл насотку, тебе дадут там, хотя бы с 80-го этажа начинать. Потому что это бред полнейший. Вот. Тоже в копилку унылого контента. Вот. Здесь вот осталось... Да, я вот про этот шепт говорил. Ладно, сейчас еще вернусь к этой мысли. Вот. Ну, это типа вот единоразовая ветка. Я почти прошел. Здесь нужно вот это 4 пройти еще раз. То есть она не... Я на две звезды прохожу, поэтому не могу ее автоскипнуть. Вот. Но пройти и все. И все это закрыто будет. Просто тут ничего такого интересного для меня нету, чтобы за это стараться. Вот. По-моему, патчем добавился вот этот сервей хаб. Собственно, я сначала подумал, ну, что за говно вообще. Ну, типа, нафига мне фармить вот эти коины, чтобы покупать какой-то кау 5-звездочный шмот. Причем это одноразовая покупка на аккаунт. 5-звездочная оружка. Вообще супер великолепнейшая. Просто я не знаю, для кого этот кау нужен. Одноразовый. Но прикол в том, что... Потом оказалось, что я в любом случае хожу на харды, чтобы подарки фармить. Поэтому это как бы, типа, добавили как бонус. Да, вот абразив. Да, абразивы. Это другой абразив. 10% добавляет шансы на то, что у тебя скрафтится легендарка. У тебя так 5%, а будет 17%. Потому что там еще у тебя есть апгрейд, который 10% добавляет. И у тебя получается 17% или 16% на крафт легендарки. То есть тебе нужно этих кубов на самом-то деле. Десяток. Да. Чтобы там, дай бог тебе, одна-две легендарки скрафтится. И тебе нужно, чтобы еще, ну, дальше раскрутить. Попали сабстаты нужные и так далее. Там подобное. Одна в неделю. Это просто такой трэш смехотворный. Вот это супер бредово. Здесь можно покупать билетики на скип. Вот. Но бред... Знаете, сколько вот? Один заход на миссию дает 10 билетов. 10 вот этих вот кругляшей. И билетик стоит 10 кругляшей. То есть ты, по сути дела, просто возвращаешь потраченный билетик скипа. Ну, это просто трэш. Ну, сделай всего 5 стоимостью. Да. Ну, дайте, что ты 2 билетика покупаешь. Это 10. Потому что, по сути дела, ты просто возвращаешь скип билетик потраченный. Ну, это вот еще способ, кстати, между прочим, как раз-таки уходить в плюсик. Да, небольшой. О чем я и говорю. То есть это, считайте, еще дополнительно сколько? Тут 4 билетика в день. Да, в среднем, если мы поделим на неделю лимит. Если я их выкупаю, то это еще 4 билетика в день. И вот действительно я буду уходить в плюс. Вот. Просто здесь реально особо нечего покупать на самом-то деле. То есть только синие книжки очень нужны. Вообще книжки штуки нужны. Зеленые не настолько нужны. Пока я понимаю, чтобы пытаться слишком, и идет их не очень много. Но синие книжки у меня самые дефицитные сейчас. Даже регидарные книжки не настолько дефицитные, как синие. Их, потому что особо нигде не зафармить. Только покупать по шопам. Где можно купить? За PvP можно купить. Здесь можно купить. И за золото еще можно купить. Но там тоже еженедельные лимиты везде. Вот. Поэтому в первую очередь. Еда ничего не дает. Вот глянит, который... Ну, это типа как дубликат замены. Я говорил, замена синего дубликата. Это полный мусор. Еще один в неделю. 30%. Ну, это тоже смехотворно. Типа у тебя там становится 50% шанс, что у тебя красится синяя шмотка. И у меня их там 30 штук валяется. Валялось 40. Осталось там, по-моему, 25. Толку ни хрена не крафтаться. Тоже смехота. Этот смехота. Три рандомных подарка. Это смехота. Синие вот эти. У меня их уже там 500 валяется. Они бесконечно. Уходят. Потому что у тебя есть задание типа разломай 10 шмоток. А мне ничего толку не надо ломать. У меня лет легендарных шмоток, которые я хотел бы разломать, чтобы получить красные вот эти кругляшки. Да? Сопли красные для апгрейдов. Зеленые ломать вообще нет смысла, что зеленый шмот в принципе не используется. А синего я уже вот настолько наломался. Понимаете? И ты просто ломаешь. Просто ради там виклика, по-моему, сломать 10 шмоток. И ими обмазал. Молотки уже, говорю, ничего не стоят. Это просто кал говна. Да? И тут особо покупать нечего. Ей-богу. А подарки все равно и фармишь, и фармишь, и фармишь, и фармишь. То есть я вот выкупаю две книжки. И я не знаю, что тут билетики, наверное, скиповые буду брать. То есть ну вот это смехотворно. Вот. Ну это смехотворно в общем. Вот. В общем такие дела. То есть да, я все еще играю, но... Я первички ловлю себя на ощущение, знаете, что я как-то играю по инерции уже. То есть вот пока я играл, был прогресс, да, я там шел, там, каждый второй день у тебя новый босс. Там поднимаешь еще по этажам башни, все дела. То есть вроде как динамично, прикольно. А сейчас уже все. Уже вот последний там сколько я это закрыл, вот сколько-то... Четыре дня где-то назад я закрыл башню, это последний был рубеж для меня. А до этого тоже уже сколько-то дней я вообще-то все постоянно подзакрывал. И сидишь такой, ну шмот там, зашел, поскипал все, дожил пару раз скафтить шмот, скафтил с говно. Посмотрел низкопабельные миссии, пока смотришь ютуб, и ушел. Как будто я уже чувствую себя по инерции сижу на самом деле. Но периодически, но это временами накатывает. Ну, временами я такой сижу, и мне интересно, да. Ну, я люблю фармить шмот, все дела. Да, я такой, сейчас зайду там, выбиться. Ну, может быть, эта сила уже привычки сказывается, да. То есть как вредная привычка. Что ты привыкшь уже заходить, да. Это такой не заходит. Ну, сидишь такой, что-то не хватает, да. Зайти там, что-то поделать, потыкаться, как будто это не хватает уже. Ну, просто выиграть сейчас вообще абсолютно не во что. Браундаст мне не зашел максимально, но о нем у меня руки соберутся. Я запишу ролик, он будет спецролик. Вот. В камине надо плотнее засесть. Я максимально, прям по минимально, прям минимально-минимально планки сейчас у них сижу. Даже некоторые там фармы проскипываю. Особенно Делик, заход на кампанию, типа теряю 50 кэшных гемов. Но не каждый день это проскипываю. Там, наверное, бывает с тревоги дней, или три из четырех. Вот. Надо, может быть, поплотнее сесть. Но это отдельная тема для разговоров. Вот. Так-то я в них продолжаю играть все равно. Не забрасываю, что игру их прикольно. Ну, просто как-то вот огонька, что ли, не хватает, или не знаю еще чего-то. Но отдельная тема для разговоров. В общем, позайти, что-то потыкаться, что-то пофармить, покрасить, получаться. На самом деле, толком-то. Хрен знает даже куда. Вот. Ладно. Ну, это такой вот ролик про Outer Plane. Все еще очень трудно сказать, что эту игру я могу кому-то порекомендовать. Но с билетскими она стала поприятнее играть. Вот. Но с новыми лимитками она стала совсем неприятной. В принципе, да. Сейчас, знаете, вот этот аспект, вот этот стартовый, даже не то, чтобы кредит доверия, но это стартовое позитивное впечатление, оно все еще наслаивается на изменения. И как-то психологически я еще держусь за вот этот стартовый позитив, понимаете. Если бы игра вышла сразу с такой вот лимиткой, я думаю, мое впечатление было бы сильно реже, резче, хуже. И я бы уже можно не бросил. Но так как стартануло не так все-таки, мы поняли, что я имею в виду. В этом за ощущение я еще как-то, наверное, держусь. Вот. Но я просто еще, наверное, хочу посмотреть следующие апдейты, следующие лимитки и как оно пойдет. То есть, может быть, досижусь все-таки, да, хотя бы вот лето посижу, может быть, там сентябрь посмотрю, посмотрю на апдейты. Вот. Так как до сентября, там, блин, Baldur's Gate 3 выйдет, если он у меня пойдет, ну, блин, на минималку, конечно, кроме. Но надеюсь, что хотя бы на среднях придет. Вот. Я там, если застряну, то я там застряну и все. Мяфиг, дело. Вот. Кстати, а, вот что я еще хотел, про Baldur's Gate 3 тему заговорил. И просто сейчас мысли потерял, я пока думал ее и хотел сказать. Вот. Что я вот дико жду, да, вот я вот эту мысль. Вернитесь в тот момент, когда я это говорил, и вот туда инкапсулируется, дополнительно. То, что я вот дико жду и, на самом деле, блин, дико хочу поиграть нормально, блин, ДНДху. Да, вот именно прям, вот, прям ДНДху, ДНДху. Я даже там в Дискорд зашел, где там собираются ДНДшники. Вот. Ну, самый крупный сейчас Дискорд, по-моему, для ролевиков. Не знаю, особо других общениях, особо ничего не ищется. Вот. Но там есть группа ВКонтакте, она какая-то полумертвая. По-моему, сейчас вот самая главная концентрация людей в одном Дискорде. Вот. И, короче, для меня была максимально печальная новость, еще когда я ВКонтакте нашел. Но, блин, ДНДхи вводят платно. Ну, это, конечно, ожидаемо, потому что, ну, мастер должен придумать историю, да, как бы, тратить на это время. Отыгрывать все на свете, как бы, развлекать, как бы, тамада, фактически, да, такой. Ну, по-другому не скажешь, да. То есть он развлекает людей. То есть вот вы собрались, вы как бы кайфуете, болтаете, а он, как бы, работает. Вкалывает, да, время и силу тратит, там, как бы, сессия по, там, несколько часов длится. И если это, там, компания, сессия, там, 20-30-40, вот. И, понятное дело, что на халяву такое делать, ну, спрашивается, а зачем, да. Поэтому это суперожидаемо, но я еще как-то наивный чоковский мальчик. Я думал, что, может быть, бесплатно можно поиграть, дико хочу поиграть. Вот. Ну, в реале, понятное дело, вообще нет вариантов, только через интернет. Если только, например, город супер маленький, даже в областном центре там тоже ни хрена нет. Вот. Это, может быть, в дефолт-сити можно поиграть, где-то в реале, но тут вообще без вариков, только через интернет. И, короче, блин, сессии платы, там, люди просят от 200 до 500 рублей за сессию. И, типа, если, блин, подряжаться на каком-нибудь компании на 20 сессий, то это, блин, выходит уже 10 ксарей посиделочке. Да, значит, надо потратиться, и нет таких денег, нету. Дико очень расстраивает, вот. Вот, я хотел бы попробовать, я ни разу не играл, но Дико хочет поиграться, к сожалению. К сожалению, вот, тоже надеется, что найду бесплатного мастера. Ну, надежда умирает последними. Надежда, наверное, невелика. И вот, поэтому, единственный мой адекватный, хоть сколько-то адекватный вариант поиграть в D&D, все-таки в адекватную, а не в Саратую, это Baldur's Gate 3. Вот, такие пироги. Поэтому я дико жду, очень хочу поиграть в Baldur's. Потому что я очень хочу в D&D. Правда, конечно, на компе играть это немножко не то, потому что, потому что это не то. Но это тема других разговоров. Ладно, так ролик на целый час получился. Думал, сейчас минут за 20 все быстренько расскажу. Но, реально, верите, давно роликов не было, и тут столько всего, на самом деле. И о том, 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 и о том. Ладно, надеюсь, что вы оценили, посмотрели, послушали, поставили свой комментарий. В общем, буду ждать ваших комментариев. Потому что, ну, дико неприятно, когда ты снимаешь часовой ролик, в итоге только комментарий. Так что, надеюсь, что вы меня послушали, и у нас будет какой-то с вами диалог. На этом точно все. Здесь еще увидимся.